С нами на связи Рифа Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день всем. Вот эта история Богдана Зизы, да, это, наверное, типичная история в Крыму любого человека, который считает, вот как Богдан Зиза, как он написал, мой дом Крым, мой дом Украина, так ведь? Да, конечно, и мы видим, что для русских оккупантов люди, которые имеют достоинство, они являются объектом вселенаправленных преследований, и каждый человек, который пытается в Крыму сохранить достоинство, он потенциально, с точки зрения русских оккупантов, для них опасен. Вы знаете, мне кажется, что ситуация вот настолько накаляется в Крыму, что скоро они будут арестовывать людей просто за украинское имя, например, вот как у Богдана, да, Богдан Зиза. За одно украинское имя скоро уже будут они говорить, что это уже порочит их армию, это уже терроризм. Мне представляется, что последние трагедии, которые на наших глазах и произошли, и разворачиваются, потому что мы еще будем видеть, насколько будут масштабными последствия подрыва дамбы и тех наводнений, которые сейчас происходят на значительной части юга Украины. А главное то, что русские оккупанты готовы практически на любые действия ради того, чтобы в их понимании интересы реализовать. И это в Крыму приводит к осознанию людьми, что что-то подобное может случиться с ними. И поэтому вот последствия этой трагедии, которая разворачивается на юге Украины, чувствуются в настроениях людей, живущих в Крыму. ВСУ войдут в Крым еще до наступления холодов. Об этом заявил представитель Гурмин обороны Андрей Юса в интервью «Украинской правде». А он также отметил, что сейчас в Крыму большое количество людей ждет освобождения, постоянные взрывы и атаки на российские военные объекты. Там их просто радует. Рифат, вы слышите меня? Налаживаем связь, восстанавливаем связь с Рифатом Чубаровым. Вы слышите меня, Рифат? Теперь слышу, да. Да, да. Давайте я повторю вопрос. ВСУ войдут в Крым еще до наступления холодов. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов. Он отметил, что сейчас в Крыму очень много людей ждут освобождения. И те постоянные взрывы и атаки на российские военные объекты, которые там происходят, они очень радуют этих людей. И они чувствуют в этом приближение и освобождение. Да, конечно. Вы меня слышите? Конечно, да. Да. Все то, что происходит на фронте и успехи вооруженных сил Украины, это, безусловно, дает уверенность людям, проживающим в Крыму, что освобождение не только состоится, но оно состоится уже скоро. При этом, конечно, люди, насколько это возможно, хотят себе представить, в каких формах будет происходить освобождение Крыма. И, конечно, они хотели бы надеяться, что при этом не будут ожесточенные бои происходить на территории самого Крыма. Я сейчас пытаюсь передать настроение людей, и они вполне вправе ставить такого рода вопросы. Вот буквально днями после того, как состоялся подрыв дамбы на Каховском водохранилище, многие люди интересовались, а не смогут ли и не будут ли русские войска совершать подобного рода техногенные катастрофы на территории Крыма. Уже звучат объекты, где возможны такие искусственно устроенные аварии или катастрофы, как, скажем, Крымский Титан или содовые и бромные заводы Красноперековские. Поэтому люди рассчитывают на то, что на этапе вхождения вооруженных сил Украины на территорию Крыма Россия окажется в таком состоянии, что будет выводить войска. Но в любом случае, конечно, характер освобождения Крыма будет определяться действиями вооруженных сил Украины и ситуацией на то время, когда это будет происходить. Вот, знаете, Андрей Клименко, руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований, сообщил, что с завода Крымский Титан, вы его упомянули, оккупанты сейчас вывозят ценные оборудования и остается там только производство азотных удобрений АМОФОСа. И вот он предполагает, что россияне готовят из этого завода такую химическую бомбу. И ранее сообщалось, что и территорию вокруг завода минируют. То есть вероятность такая, что есть, что они могут совершить теракт. Да, такая вероятность существует. Еще можем добавить то, что вокруг этих заводов существуют очень большие накопители. И в этих накопителях находятся сточные воды после производственного цикла, которые бы очень нежелательно, чтобы они попали бы в открытое пространство через Севаши, уже в Черное море. И поэтому здесь достаточно много такого рода может возникнуть новых проблем. Но здесь я еще раз хочу сказать, что должны определять все последующие действия военной стратегии. И больше у них знаний и информации, как все это будет происходить. Скажем, некоторые эксперты настаивают на том, что пресечение всяких коммуникаций, которые соединяют Крымский полуостров, собственно, с территорией России. Имеется в виду, прежде всего, мост через Керченский пролив. Это уже явится настолько сильным ударом по российской армии, собственно, по позиции самой России, что, возможно, это заставит войска российские, ну, если не капитулировать, то как можно быстрее их вывести через ту паромную переправу, которую они срочно, вот, несколько месяцев, как возрождают. То есть российская сторона, в общем-то, готовится к альтернативным коммуникациям с украинского полуострова, временно оккупированного российскими войсками, на территории самой России. Поэтому здесь очень важно то, что какие удары будут совершены на первом этапе освобождения Крыма, и насколько, вот, будет российское войско, ну, скажем так, морально готово к тому, чтобы удерживать Крым или не удерживать. Насколько мы понимаем, и это показывает, вот, последнее событие в Крыму, российская оккупационная администрация, она уже смирилась с тем, что с Крыма необходимо будет уходить. Об этом говорят факты эвакуации высшим руководством своих семей, подготовка всяких таких частных компаний, которые призваны не столько, ну, защищать Крым, а сколько защищать конкретных людей, которые, видимо, на этом этапе вот своего нахождения в оккупированном Крыму будут пытаться спасать свои богатства или, я не знаю, свою жизнь. Ну, вот, да, они смирились, но пока еще делают какие-то заявления. Вот российский ставленник в Крыму Аксенов заявил о формировании на полуострове ополчения, призванного участвовать в отражении контрнаступления вооруженных сил Украины, и говорит, что и сил, и средств у него более чем достаточно, и он выполнит задачи по защите Крыма. Что можете вот сказать по поводу этой бравады, да, и какими ресурсами на самом деле обладает так называемое крымское ополчение? Здесь очень интересно, если кто-то это себе поставит целью, отследить хотя бы за последний год тональность этих утверждений, начиная от того, что никто никогда даже не посмеет посмотреть в сторону, как они говорят, российского Крыма, и завершая тем, что мы будем готовы защищать до последнего ополченца. То есть вот это как раз и изменение риторики, и говорит о том, что насколько за один год у них изменились настроения от собственной уверенности в том, что Москва, Кремль, мол, никогда не поступятся к Крымам, у них теперь открыто демонстрируется отчаяние, и вот это отчаяние того же Аксенова и ему подобных, вот, пока реализуется, вот, вырывается в такой форме, давайте, мол, сделаем ополчение, и этим ополчением, мол, защитим Крым. Разумеется, никакого ополчения создано не будет, но, возможно, если на это отпущены ресурсы, то они их благополучно разделят между собой, как, кстати, вы помните, и вы неоднократно в своих передачах это показывали, буквально несколько месяцев назад длительное время в Крыму сооружали фортификационные всякие сооружения, укрепления, возводили бетонные надолбы и тому подобное. Теперь об этом все давно забыли, потому что кончилось финансирование, все эти, вот, сооружения, укрепления существуют в степном Крыму, но они никому не воспрепятствуют войти в Крым, потому что, ну, современная техника и современное оружие, которым оснащена украинская армия, они, с помощью их, украинская армия найдет совсем другие формы освобождения Крыма, нежели фронтальное такое наступление. А вы знаете, у них во всем так, вот, возьмем Киев за три дня до сейчас стенаний, а давайте вот заморозим, как они говорят, конфликт вот сейчас вот на этих границах. Да, конечно, вот эти отчаянные их призывы в виде предложений, и не только с их стороны, особенно со стороны, ну, тех, кто лоббирует кремлевские интересы, в некоторых случаях, может быть, пытаются, как бы, ну, защищать интересы собственного государства. Они, вот, эти все призывы к тому, что давайте сядем за стол переговоров, разумеется, они рассчитаны на наивных людей. Думаю, не думаю, уверен, ни украинское политическое руководство, тем более украинское общество уже давно избавились от этого такого, ну, наивного такого, или, может быть, доверчивого состояния, и поэтому для нас всех очевидно, что с Россией за стол переговоров можно будет сесть только тогда, когда последний российский солдат покинет территорию Украины. До этого никаких переговоров, мне представляется, быть не может. Ну, и вот мы говорили об ополчении, которое они хотели создать или хотят создать. Я помню, вот, как минимум месяц-два назад мы говорили о другом, о том, что они создают просто частные армии, ЧВК, да, для защиты Крыма. Но тогда многие эксперты, и, по-моему, в нашем разговоре с вами тогда мы говорили о том, что это фактически такие маленькие частные армии, которые нужны тому же Аксенову и другим его приспешникам, для того, чтобы охранять награбленное, когда они просто будут убегать из Крыма, и охранять их лично, и охранять то имущество, которое они попытаются вывезти из Крыма, так ведь? Да, конечно, тем более для таких людей, как Аксенов и вот ему подобных, для них это очень знакомая сфера, они все прошли бандитские времена 90-х годов, и когда, в общем-то, ну, деньги и нахождение вокруг себя какой-то группы головорезов обеспечивало, в общем-то, ну, некое успешное развитие, если так можно сказать, в кавычках, и поэтому это известная им сфера, и вот они предчувствуют смуту, и, скорее всего, так оно и будет, и в этой смуте они хотят сохранить и жизнь свою, и награбленное, и для этого они понимают, что им надо опять сбиваться в стаю. Это бандиты. Бандиты действуют в стае. Взорвав дамбу, Путин отказался от Крыма. Вот так считает профессор Джорстаунского университета Андрес Аслунд. Эксперт отмечает, что без воды в Крымском канале полуостров невозможно удержать. Согласны ли вы с этим? Ну, скажем так, что без поступления Днепровской воды развитие Крыма очень будет затруднено, и в определенных сферах невозможно. Дело в том, что, и ваши зрители это тоже хорошо знают, с 2014 по 2021 год включительно, Крым не поступала Днепровская вода, пока в прошлом году, в 2022 году, российские войска не вторглись на территории Ферсонской области и не захватили новую каховку, дамбу, которую, в конце концов, вот недавно и взорвали. И тогда они открыли воду, и она новым грабительским образом снова стала поступать в оккупированный Крым. Отсутствие Днепровской воды, прежде всего, заставляет менять структуру аграрного сектора, выращивание тех или иных культур. Но в то же время отсутствие Днепровской воды, оно делает очень рискованным потребление в коммунально-хозяйственном таком секторе, в том числе литьевой воды. Дело в том, что тех источников, которые есть в Крыму, и они пополняются за счет природных осадков, их было достаточно для того, чтобы удовлетворять потребности собственного населения и коммунального хозяйства. Но это при условии и по состоянию на 2013 год. Но с того момента в Крыму поселилось или поселили более или около миллиона новых людей. Как правило, это многоэтажное строительство. Это и воинские части российские? Да, да, это и десятки-десятки воинских гарнизонов. И поэтому потребность в воде, она очень намного увеличилась. И поэтому, ну вот в этом году, если представить, что до конца года русские оккупанты будут сохранять контроль над Крымом, у них воды для коммунальных нужд и питьевой будет хватать. Потому что водохранилища заполнены в полном объеме. Была очень дождливая весна была в Крыму. Но опять же зависит, какое будет лето. Погибнет вес и урожай риса, который вот в этом году, к нему опять к этой культуре возвратились. Его выращивали вот последние восемь лет. Но теперь решили, что воды достаточно, она бесплатная. И теперь как бы все их, поскольку они захватили юг Украины. Но теперь сами взорвали, сами себя наказали и в этой части тоже. Я думаю, что если мы говорим уже о развитии освобожденного украинского Крыма, о периоде, об этапе реинтеграции, конечно, нам надо думать о том, по какой технологии, с помощью каких сооружений вода Днепровская будет поступать в Крым. Я думаю, что здесь очень большое теперь должно быть большая роль специалистов. Но мне, как человеку, который вырос в тех местах, где проходит Северокрымский канал, и как-то много я читаю о том, как он функционирует, мне представляется, что вот наличие такого канала, по большому счету, это большой ров на земле, и бетонные там его части, они лишь в наиболее опасных местах. Я хочу сказать, что и от официальной цифры, около 50% воды, которая поступает Крым по Северокрымскому каналу, она тратится безвозвратно. И поэтому, видимо, специалисты должны предложить новые технологии, возможно, это будут трубопроводы, по которым вода будет поступать уже в освобожденный Крым, потому что Днепровская вода – это залог очень устойчивого экономического развития такой уникальной территории, которым является Крым. Я думаю, что после победы все эти вопросы будут решены, наши специалисты гидроэнергетики сделают все как надо. Ну а заканчивая наш разговор, я хочу привести еще одну очень интересную цифру. Для временно оккупированного Крыма в бронировании отелей и жилья для отдыха среди россиян упало до 1%. Вот такой, фактически, последний для Российской Федерации в Крыму получится туристический сезон. Пусть собирают вещи, как говорится, тех, кто приехал в Крым, и уезжают как можно раньше оттуда. Спасибо вам большое. Рифат Чубаров, глава Меджилиса Крымско-Татарского народа, был с нами на связи. Всегда ждем вас на Фридоме. До свидания. До свидания.